Добрый день, дорогие зрители! В эфире телеканала CBC Новости, в эфире Самир Кулиев и вначале коротко о главных событиях. Президент Ильхам Алиев по приглашению президента Таджикистана Имамали Рахмона совершает визит в Таджикистан для участия в качестве почетного гостя в пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Источником серьезной угрозы являются попытки армянской стороны скрыть сосредоточение сил в регионе и отвлечь внимание от провокационных действий, которые Ереван может предпринять в любой момент, говорится в заявлении МИД Азербайджана. Такой критический с точки зрения безопасности на контингенте период является неразумным то, что Европарламент готовит такой предвзятый доклад вместо переговоров касательно членства Турции и Евросоюза, заявили в Анкаре. Азербайджан адаптирует свое законодательство к международным стандартам в области безопасности пищевой продукции и кормов, сообщил глава агентства продбезопасности Гошкарт Ахмазли на проходящем в Баку международном мероприятии, посвященном улучшению пищевых стандартов в Европе и Центральной Азии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента Таджикистана Имам Али Рахмона находится в Таджикистане для участия в качестве почетного гостя в пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии. На месте событий находится корреспондент СБС Шамистан Мамедов. Шамистан, здравствуйте. Шамистан, расскажите нам, пожалуйста, что известно к этой минуте. Здравствуй, Самир. Ты правильно отметил, мы находимся в Душанбе и сейчас продолжается очередной саммит. Пятый по счету саммит глав государств Центральной Азии. Буквально через несколько минут ожидается выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева. До начала саммита президент Азербайджана провел встречу с президентом Таджикистана. В целом, я отмечу, что это первый такой случай, когда на саммит лидеров стран Центральной Азии пригласили президента страны, которая не входит в состав региона. И президент Азербайджана принимает участие в этом саммите в качестве почетного гостя. Помимо этого, есть также и другие специальные гости. Это представитель ВОЗ, а также представитель Организации Объединенных Наций. Повестка дня обширна, обсуждается различные темы. В том числе, конечно же, в первую очередь обсуждается развитие сотрудничества в сфере экономики. Я подчеркну, что Азербайджан успешно развивает взаимодействие, кооперацию со странами Центральной Азии. И тому пример то, что президент Азербайджана за последние два года девять раз посетил этот регион. И уже есть информация, что в ближайшие месяцы, в ближайшее время Азербайджан посетят также главы государств Центральной Азии. Да, они также за последние два года пять раз посетили совершали визиты в Азербайджан. И эти визиты продолжатся. Помимо этого, конечно же, в центре внимания расширение, пропускное расширение, привлечение новых участников к проекту «Средний коридор». И уже на саммите выступили несколько глав государств стран Центральной Азии. И выступил в первую очередь, первым выступил, конечно же, президент Таджикистана, так как страна принимает это мероприятие. И он назвал главной причиной столь успешной кооперации стран Центральной Азии и Азербайджана в том, что выстроено между сторонами успешное сотрудничество в разных сферах. И это сотрудничество основывается на взаимной поддержке, сказал он в своей речи. Он назвал именно взаимную поддержку секретом успеха этого формата сотрудничества. Помимо этого, он также подчеркнул необходимость расширения взаимодействия, сотрудничества между бизнес-кругами стран, молодежью, спортивными организациями, то есть не только сегодня экономику обсуждают. И есть, конечно же, и идеи, были озвучены и новые идеи для реализации проектов в гуманитарной сфере, в политическом взаимодействии. Помимо этого, конечно же, было подчеркнуто, что регион обладает огромным, регион обладает действительно впечатляющим транзитным потенциалом, и этим нужно воспользоваться, отметил в своей речи президент Таджикистана. Сейчас продолжается выступление глав государств Центральной Азии, стран Центральной Азии. Я подчеркну, что в целом в регионе проживает, в регионе, в Центральной Азии проживает свыше 80 миллионов человек. И действительно, этот регион обладает впечатляющими природными запасами. И в том числе стоит отметить, что треть мирового запаса нефти и газа приходится именно на страны Центральной Азии. Помимо этого, вот сегодня мы поговорили с участниками этого мероприятия, опросили их про уровень сотрудничества между, в первую очередь, между Таджикистаном и Азербайджаном. И они напомнили, что они отметили, что Азербайджан был одной из первых стран, который признал независимость Таджикистана. И Таджикистан до сих пор благодарен за поддержку, которую Баку оказал Душанбе. И помимо этого также отмечалось то, что успешная договорно-правовая база между Баку и Душанбе позволяет и дальше усиливать эту кооперацию. В целом, я напомню, что между Баку и странами Центральной Азии подписано свыше 300 соглашений, которые охватывают самые различные сферы сотрудничества. И, конечно же, возвращаемся опять же к транзитному потенциалу, потому что сегодня, я думаю, что наиболее обсуждаемая тема – это средний коридор. Речь идет о перевозке, об осуществлении грузоперевозок из Китая, через страны Центральной Азии в Азербайджан, оттуда, из Азербайджана в Европу. И было подчеркнуто, что необходимо и дальше создавать различные инфраструктурные объекты, дорожную инфраструктуру для того, чтобы облегчить процесс перевозок. Помимо этого, в центре внимания же, здесь на сессиях, которые идут параллельно с этим мероприятием, обсуждается то, что можно упростить процесс грузоперевозок, установив льготные тарифы. И я напомню, что Азербайджан как раз-таки ввел льготные тарифы для определенных стран Центральной Азии и делает все возможное для того, чтобы создать все возможности для использования транзитного потенциала страны. И мы видим, что транзитный потенциал Азербайджана действительно используется. В частности, можно привести в пример то, что казахстанская нефть в этом году, в апреле, с апреля этого года, по трубопроводу Бакут-Бериси Джейхан перевозится в том числе, осуществляется транзит в том числе казахстанской нефти. Помимо этого, конечно же, здесь обсуждают и экономические показатели, отмечается то, что действительно товарооборот растет из года в год, но все же есть еще потенциал для расширения этого сотрудничества. И если говорить о данных 2022 года, то товарооборот Азербайджана со странами Центральной Азии превысил 1,3 млрд долларов США. Это по сравнению с 2021 рост на 3% составил. И вот уже есть данные за этот год. Товарооборот Азербайджана со странами этого региона превысил уже 900 млн долларов за январь-июль текущего года. И, конечно же, Азербайджан сейчас приоритетный, одной из приоритетных задач Азербайджана сейчас на данный момент является восстановление освобожденных от армянской оккупации территорий. И отрадно, что страны Центральной Азии одними из первых выразили желание оказать поддержку Азербайджану в процессе возрождения, восстановления освобожденного Карабаха. Так Узбекистан построил школу в Физулии, а Казахстан строит детское учреждение в освобожденном Карабахе. И эта работа продолжится. На полях этого мероприятия также ведутся переговоры по привлечению еще больших инвесторов, в частности, из стран Центральной Азии в Карабах. И, помимо этого, конечно же, стоит подчеркнуть, что история этого региона ассоциируется с историческим шелковым путем. И действительно, средний коридор может позволить восстановить тот транзитный потенциал, ту функцию, которую этот регион выполнял раньше, которым этот регион обладал на протяжении всей истории. Вот буквально через несколько минут начнется выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева. Уже подробнее о выступлениях глав государств мы сообщим, уже расскажем в следующих эфирах. Спасибо большое, Шамистан. Спасибо за подробности. А я напомню о развитии сотрудничества, взаимного сотрудничества между Азербайджаном и странами Центральной Азии. Корреспондент CBC Шамистан Мамедов нам рассказывал. 14-15 сентября в Душамбе проходит пятая консультативная встреча глав государств Центральной Азии. По ее итогам будет принят ряд важных документов, главным из которых станет совместное заявление глав государств Центральной Азии. Как уже было сказано ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента Таджикистана Эммали Рахмона также прибыл в Таджикистан для участия на встрече в качестве почетного гостя. Подробнее о развитии связей между Азербайджаном и странами Центральной Азии поговорим с гостем, кандидатом экономических наук, старшим преподавателем Казахского университета технологии и бизнеса Сапарбаем Жубаевым. Господин Жубаев, здравствуйте. Здравствуйте. Господин Жубаев, скажите, пожалуйста, свидетельствует ли приглашение президента Ильхама Алиева на встречу глав государств Центральной Азии о растущей роли Азербайджана для Центрально-Азиатского региона? И если да, то какие сферы взаимного сотрудничества вы считаете наиболее приоритетными? В первую очередь хочу еще раз напомнить, что Азербайджан объединяет наши Центрально-Азиатские республики, в основном это тюркиозичные республики, поэтому Азербайджан как член Тюркиозичного союза всегда имеет приоритет в внешнеэкономических или других связях с внешним миром. Азербайджан очень важный как государство для среднеазиатских республик. Это и исторический, и, естественно, сегодняшний геополитический состояние. Если вы так спросили, какие приоритетные направления, да, прежде всего, конечно, я бы сказал насчет логистики транспортных коридоров. Почему? Потому что даже выход среднеазиатских республик к открытым морям или внешнему миру раньше производилось через Россию. Наши южные стороны Афганистана и Иран, Иран был всегда под санкциями, Афганистан, вы знаете, там проблемы с госуправлением. Естественно, для нас Индийский океан был закрыт, мы выходили через Россию. И после войны с Украиной, Россией, нам этот путь тоже оказался закрытым. И теперь остается только через Кавказ, через Черное море, через Турцию выход на Европу. А у нас с европейскими странами торговые отношения очень большие, огромные. Еще со времен Советского Союза, Центральная Азия экспортирует в Европу энергетические ресурсы, металлургические и другие. А из Европы мы получаем оборудование и другие товары, которые для нашего производства нужны. И сейчас единственным коридором остается Азербайджан, Турция и Кавказ. Поэтому, я еще раз повторюсь, Азербайджан это наша братская страна. У нас есть другие направления, например, пищевые отрасли, нефтехимические отрасли, нужные оборудования мы получали из Азербайджана. Азербайджан еще в советское время для нефтепромышленности был одним из лидеров Советского Союза. И они многое оборудование выпускали, и технологии, менеджмент. В этом деле Казахстан или Туркменистан и другие страны всегда мы пользовались специалистами Азербайджана. Поэтому влияние Азербайджана для Центральной Азии было огромное. И направления, и культурные, вот сейчас журналист очень правильно сказал, у нас очень много капитала в Казахстане, около 120 миллиардов у нас свободные деньги есть, которые мы хотим вложить, естественно, для развития освобожденных территорий Азербайджана. Господин Жубаев, вам большое спасибо, мы просим вас оставаться на связи, не отключайтесь, мы к вам обязательно сейчас вернемся. Дело в том, что в рамках пятого консультативной встречи глав государств Центральной Азии в данный момент выступает президент Азербайджана Ильхам Алиев. Давайте послушаем. Так, я еще раз напомню, значит, пятая консультативная встреча глав государств Центральной Азии проходит как раз 14 по 15 сентября в Душамбе. По итогам этого мероприятия будет принят ряд важных документов, главным из которых станет совместное заявление глав государств Центральной Азии. Вот, и как мы уже говорили, президент Азербайджана также присутствует на этой встрече, и вот буквально в эти секунды ожидается его выступление. Тут, значит, можно еще что добавить. Дело в том, что страны Центральной Азии, как известно, богаты полезными ископаемыми, и, конечно, тот интерес, который проявляют страны Центральной Азии к Азербайджану, он, конечно же, взаимный, это и транспортная сфера, логистическая, также и энергоресурсы, причем этот интерес, он взаимный. Есть очень большое развитие именно в гуманитарной сфере отношений между Азербайджаном и странами Центральной Азии. И, как известно, действительно, как и сообщил наш корреспондент Шабистан Мамедов, два образовательных учреждения со стороны Узбекистана и Казахстана построены. Одна из них уже построена, это школа номер один города Физули, средняя школа, она буквально уже завтра примет первых школьников и начнет функционировать в полной мере. Вместе с тем на 60% уже закончено строительство Центра детского творчества, еще одного образовательного учреждения, которое строится по инициативе президента Казахстана от имени народа Казахстана. И, конечно, развитие таких гуманитарных связей, оно не может не приветствоваться, оно приветствуется как Азербайджанам, так и странами Центральной Азии. Вообще такая дипломатия подобная, она очень хорошо имеет хорошие плоды, как правило, все помнят ситуацию 2008 года, когда Грузия нуждалась в помощи, Азербайджан помог в этом и непосредственно обеспечил газом Грузию. И тогда получается, что грузины, грузинский народ и правительство Грузии, и даже также оппозиция, они не могут и не забывают вот это вот добро, которое сделал Азербайджан. Точно так же мы верим, что те две школы, те два образовательных учреждения, которые строятся и уже одна из них функционирует по инициативе Центрально-Азиатских стран, по инициативе Узбекистана и Казахстана, это добро никогда Азербайджан не забудет. Значит, президент выступает, как я уже сказал, в эти секунды начинает свое выступление. Прошу, переходим к нему. Уважаемые главы государств, дорогие друзья. Прежде всего, хотел бы выразить благодарность президенту Таджикистана, уважаемому Эммали Шарифовичу Рахмону, за приглашение принять участие в качестве почетного гостя в работе пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Также выражаю благодарность уважаемым коллегам за поддержку участия Азербайджана в этом мероприятии. Я второй раз в этом году посещаю братский Таджикистан. Мой государственный визит в апреле, принятые в ходе визита решения и подписанные документы, еще раз подтвердили стратегический характер наших отношений. С нетерпением ждем государственный визит президента Таджикистана в Азербайджан. Уверен, что он послужит дальнейшему укреплению наших отношений. Пользуясь случаем, поздравляю братский народ Таджикистана с прошедшим Днем Независимости. Азербайджаны и страны Центральной Азии связывают многивековые отношения братства наших народов. Общие культурные корни являются прочным фундаментом межгосударственных отношений. Более 30 лет, как независимое государство, мы активно взаимодействуем как в двустороннем, так и в наностороннем формате, поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность друг друга, активно развиваем экономические отношения. Центральная Азия и Азербайджан – это единый историко-культурный географический регион, имеющий стратегическое значение в мировой политике, с растущей экономикой, демографией и геополитическим потенциалом. Я впервые участвую в работе консультативного совета и выражаю уверенность, что этот формат регионального сотрудничества будет способствовать дальнейшему сближению наших стран и народов. За последние два года я совершил 9 визитов в государство Центральной Азии. За это же время главы всех братских государств неоднократно совершали визиты в Азербайджан. До конца года активная динамика взаимных визитов будет продолжена. Одним из важных факторов двустороннего сотрудничества является рост взаимной торговли и инвестиций. Отрадно, что показатели по этим двум направлениям имеют устойчивый рост. В прошлом году товарооборот Азербайджана со странами Центральной Азии вырос более чем в три раза. За семь месяцев этого года рост еще на 50%. Созданы совместные инвестиционные фонды. Согласован объем взаимных инвестиций в более чем в один миллиард долларов в ближайшие три года. Мы уже реализуем многие проекты в сфере промышленной кооперации, машиностроения, автопрома, судостроения и сельского хозяйства, а именно хлопководства, шелководства, садоводства и животноводства. В начальной стадии реализации находятся инвестиционные проекты в сфере гостиничного бизнеса и туризма. Мы видим интерес компании Центральной Азии к недавно созданной в Азербайджане свободной экономической зоне Алят. Важное место в наших отношениях занимает транспортно-логистическая сфера. Азербайджан для стран Центральной Азии является надежной транзитной страной на пути к рынкам Турции и Европы. Не менее важен и транзит в обратном направлении. Наши братья в Центральной Азии знают, что вся транспортно-логистическая инфраструктура Азербайджана открыта для них. Для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на грузоперевозки по маршруту Восток-Запад, нами модернизируется железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. В следующем году грузопоток по этой дороге будет увеличен с 1 до 5 миллионов тонн. Параллельно с этим расширяются возможности Бакинского торгового порта с сегодняшних 15 до 25 миллионов тонн. Азербайджан обладает крупнейшим на Каспии торговым флотом, насчитывающим более 50 судов. Принимая во внимание растущую потребность грузоотправителей из стран Центральной Азии, мы активно работаем над расширением возможности нашей судостроительной верфи. После завершения новых инвестиционных проектов количество производимых танкеров и сухогрузов вырастет с сегодняшних 6 до 10-15 в год. Для привлечения большего объема транзитных грузов необходимо обеспечить оптимизацию тарифов, упрощение и гармонизацию регуляторных и таможенных процедур. Одним из важных факторов обеспечения прозрачности транзитных перевозок и равных условий для участников транспортного процесса является цифровизация транспортного коридора Восток-Запад. Новой сферой сотрудничества между нашими странами является проект «Цифровой шелковый путь» по созданию оптиковолоконной инфраструктуры, над которым мы активно работаем. Уважаемые коллеги, в этом году исполняется 25 лет со дня основания специальной программы ООН для экономик Центральной Азии – СПЕКА. Я направил официальное приглашение уважаемым главам государств и буду рад вас видеть на саммите в Баку в ноябре этого года. Еще раз хочу выразить благодарность всем главам государств за приглашение на сегодняшнюю встречу и пожелать братским народам Центральной Азии мира и процветания. Благодарю за внимание. Благодарю вас. Дорогие зрители, только что вы слушали выступление президента Азербайджана на пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Мы возвращаемся к нашему гостю. Это кандидат экономических наук, старший преподаватель Казахского университета технологии и бизнеса Сапарбай Жубаев. Господин Жубаев, вы только что слышали выступление президента Азербайджана. Самое, наверное, что запомнилось, назывались конкретные цифры и упрощение таможенных процедур в сфере грузовых перевозок. Эта часть особенно запомнилась. Получается, что эта встреча не просто ради встречи и обсуждения торгового потенциала и развития отношений, а вот именно конкретные будут приняты, скорее всего, решения. Вы тоже так понимаете? Естественно. Здесь есть одно очень интересный момент. Казахстан, Киргизия, это две центрально-азиатские республики Тюркского союза, они вместе с Россией, Арменией и Белоруссией выходят в Евразийский экономический союз. Между этими пятими странами отсутствуют таможенные переграды. Мы свободно торгуемся Киргизстаном, Белоруссией, Россией и, естественно, Арменией. Там, конечно, доля маленькая, но все равно и такой возможности есть. И вот такой союз, я думаю, предложение президента Азербайджана Алиева, такой союз, в принципе, и нужен между Азербайджаном и Среднеазиатских республик. Чтобы даже не то, что там цифровизация или облегчение, а вообще снимать таможенные барьеры, как в Европейском союзе. Я думаю, что такое предложение будет, если осуществлено, тогда торговля, которой мы говорим, что 900 миллионов или миллиард, она может быть еще больше увеличиваться. И дальше там через Грузию, как вы сказали, через Турцию, выход в Европу или другие в открытый океан. Я думаю, очень хорошее предложение было. Ну, несомненно, конечно, именно упрощение таможенных процедур, и, в общем-то, оно приведет к увеличению торгового оборота. Вы в этой связи абсолютно, я думаю, правы. Тем более, вы, кандидат экономических наук, знаете это лучше. Но можно ли сказать, что самый крупный порт, торговый флот, например, на Каспии, ну и, в принципе, грузовой порт тоже находится в Азербайджане. Вот именно этим флотом как воспользуется Казахстан? Как намерен воспользоваться Казахстан? Казахстан уже пользуется паромами и танкерами азербайджанского юридикции. Естественно, контейнер перевозится по азербайджанским паромам. И сейчас уже, я точно помню, заказали два нефтеналивных танкера, который будет изготовленный в бакинском судостроительном производстве. И, естественно, увеличение перевозки энергоресурсов, нефти и других газа через бакинский, через кавказский коридор будет этому способствовать. Поэтому я думаю, что президент сейчас сказал около там до 10-15 танкеров в год, а потребность для Казахстана, она огромная. Я могу сказать, сейчас Казахстан, если экспортирует 50 миллион тонн нефти в Европу, то через кавказский коридор всего 3-4 миллиона. Видите, какие огромные возможности есть. Мы пока все через Россию иногда очень трудными путями экспортируем в Европу. А если кавказские возможности терминала Баку или Потит и дальше Джейхан будет увеличены, то это в разы можно увеличить логистику и транспортировку через Азербайджан. Хорошо, господин Жубаев, а вот такой, наверное, вопрос последний, он немножко такой геополитический. Вот страны Центральной Азии, как известно, богаты полезными ископаемыми энергетическими ресурсами. Чувствуете ли вы в связи с этим, насколько сильно усилилось значение Центрально-Азиатского региона в глобальной политике и мировой экономике в последние годы? Так, здесь есть два конца палки. Потому что действительно у нас очень много полезных ископаемых, которые даже сегодня Европа нуждается. Они, если раньше получали эти полезные ископаемые через Россию, ну, там, например, говорят берилли, там никель, хром и так далее, теперь они хотят получить его из среднеазиатских республик. Но мы, входя, я имею в виду Казахстан, Киргизстан, входя в Евразийский экономический союз, перед Китаем имеем обязанности, перед Соединенными Штатами и западными странами. Это обязанности, которые, когда они применяют санкции против России, естественно, у нас промышленность связана с Россией, и когда мы будем уже отделяться от России, вот это очень больной вопрос. Потому что мы должны перед Россией в Евразийском экономическом союзе свои обязанности тоже надо выполнять. И видите, вот эти два вопроса, которые необходимо решить. Ну, в этом отношении, я думаю, нам полезен опыт Турции, который как бы член НАТО и европейских со странами хорошо торгует, 40% торговли Турцией с Европой. В то же время она развивает хорошие отношения с Россией. И мы тоже должны, мы никуда не можем переехать. Вот это нужно понимать. Казахстан и Россия имеют около 7,5 тысяч километров общей границы. И мы никуда не уедем. Поэтому мы будем не сегодняшними российской властью, а Россией как страной, Россией как народом будем, должны мы сотрудничать. И этот, конечно, будем варьировать, конечно, будем решать эти вопросы. Очень трудно сейчас нам. В каком-то отношении очень сложно, вернее. Спасибо большое, господин Жубаев, за ваше экспертное мнение, за ваши ответы. Благодарим. Я напомню нашим зрителям, кандидат экономических наук, старший преподаватель Казахского университета технологии и бизнеса Сапарбай Жубаев подключался к нам из Казахстана. Сегодня президент Ильхам Алиев в качестве почетного гостя принимает... Да, об этом мы уже говорили. Перейдем к экономическим новостям. Экономический блок продолжит Анастасия Панарина. Как уже было отмечено, сегодня президент Ильхам Алиев в качестве почетного гостя принимает участие в пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая открывается в Саджикистане. Президент страны, находящийся за пределами региона, впервые приглашен на консультативную встречу. Это связано с растущей ролью Азербайджана для экономики стран региона. Также вкладом республики в обеспечение мира и безопасности на международной арене. Как ранее заявлял глава Азербайджанского государства, Центральная Азия и Азербайджан могут быть более интегрированы в будущем, прежде всего в вопросах транспорта и безопасности. Азербайджан, освободив свои земли от армянской оккупации, создал возможность для обеспечения географической связи между странами тюркского мира. В трехстороннем заявлении от 10 ноября 2022 года есть пункт об открытии Зангизурского коридора. Благодаря этому будет сформирован единый маршрут с востока на запад, что позволит доставлять грузы легко и за короткое время. Возросшие транзитные возможности Азербайджана окажут положительное влияние на развитие стран Центральной Азии и других тюркских государств. Между сторонами к настоящему времени подписано множество документов о развитии сотрудничества. В результате за первые пять месяцев текущего года наблюдался рост объема товарооборота Азербайджана со странами этого региона. Сегодня в Душамбе принимают пятую консультативную встречу глав государств Центральной Азии. Отметим, что для участия в этой встрече особо приглашен президент Азербайджан Ильхам Алиев. Ожидается, что по итогам юбилейного заседания в Душамбе будет принят ряд важных документов. Главным из них станет совместное заявление глав пяти государств региона. По мнению политолога Айболата Айдосова, учитывая нынешнюю проблемную геополитическую ситуацию, торговую войну между США и Китаем Центральной Азии становится привлекательной для многих стран, которые стараются вести свою собственную внешнюю политику. С этой целью государства Центральной Азии вырабатывают собственную стратегию. Как отмечает эксперт, лидеры этих стран понимают, что сейчас намного важнее стабильность. Поэтому ведутся поиски общей платформы, где страны региона смогут выработать общую внешнюю экономическую и геополитику. Не только общую таможенную политику в этом направлении. Но если мы объединимся, то поток инвестиций в этот объем увеличится. И на самом деле есть, что обсудить лидерам стран Центральной Азии. Конечно, фокус внимания большого северного соседа, он немножко в этом направлении. И это дает возможность в такой пространстве для того, чтобы мы могли начать хотя бы запустить процессы для того, чтобы интегрировать какие-то процессы в аспекте экономики, в аспекте общих инвестиционных больших проектов. Сегодня основным проектом, который стремительно развивается среди стран Центральной Азии, является транспортный средний коридор. Он уступает в качестве объединяющего начала в сотрудничестве между странами. Эта важная транспортная артерия способствует развитию товарооборота и двухсторонних торгово-экономических отношений. Блок-поезд, проходящий через этот коридор, доставляет грузы в Европу из Китая в среднем за 20-25 дней. Это одно из главных преимуществ данного транспортного маршрута. В этом проекте Азербайджан выступает соединяющим звеном между странами Центральной Азии и Европой. Строительство вот этой железной дороги, которая будет проходить в Центральную Азию и затем в Азербайджан и дальше в Турцию, он очень актуален для нас, потому что это создает возможность для экспорта наших товаров на большие рынки. И, естественно, вот тот формат, про который когда-то сказали, там, Азербайджан плюс Центральная Азия, она тоже будет актуалентироваться. И мы надеемся, что наши азербайджанские партнеры, которые уже сегодня присутствуют в Казахстане, вот совсем недавно, Джуок Кенеш ратифицировал проект о выделении азербайджанским инвесторам земли на территории Иссекульской области, на побережье азербайджанским инвесторам земли на территории Иссекульской области. Это будет все углубляться и дальше развиваться, потому что от этого зависят и наши интересы в том числе. И надеемся, что это только начало. Одной из тем, которая также будет обсуждаться на пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии, станет водный кризис в регионе. Он угрожает не только экономическому развитию, но и жизни миллиона людей. Недостаток пресной воды, вызванный изменениями климата и неэффективным управлением водными ресурсами, создает существенные вызовы для стран региона. Вода, конечно, это такой очень конфликтный вопрос на самом деле, потому что есть огромное количество прогнозов о том, что пресной воды в мире становится меньше. В Центральной Азии находится большинство ледников, особенно в горных странах, как Кыргызстан, Таджикистан. И этот вопрос имеет очень большой конфликтный потенциал. Я думаю, что лидеры стран Центральной Азии сегодня достаточно мудрые. Они найдут оптимальное решение для этих вопросов, компромиссные, которые будут участвовать в интересах всех стран этого региона. Казахстан готов нарастить несырьевой экспорт в Китай до суммы в 1 миллиард долларов. Об этом заявил министр торговли и интеграции республики Арман Шакали в ходе восьмого саммита «Один пояс, один путь» в Гонконге. По словам министра КНР, является вторым крупнейшим партнером Казахстана с объемом товарооборота почти 24 миллиарда долларов по итогам 2022 года. Он отметил, что у Казахстана большой инвестиционный потенциал. Страна готова работать с зарубежными партнерами в сферах высоких технологий, промышленности, зеленой энергетики, инфраструктуры и финансов. Для превращения Казахстана в крупный транспортный хаб, соединяющий Европу и Азию, уже есть много предпосылок, подчеркнул глава Минторговли. Так ежегодно растут объемы контейнерных железнодорожных перевозок по направлению Китай-Европа. Китай через казахстанскую территорию, добавил Шакалиев. В настоящее время продолжается работа по адаптации к международным стандартам законодательства Азербайджана в области безопасности пищевой продукции и кормов. Речь идет о нормах и правилах, принятых комиссией, кодекс Алиментариус и другим организациями, а также подготовка новых нормативов. Об этом заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошкар Тахмазлы на международном мероприятии улучшения пищевых стандартов в Европе и Центральной Азии и расширение участия в кодексе. Он отметил, что получены разрешения на экспорт ряда продуктов из Азербайджана в Евросоюз. В форуме принимают участие представители полутора десятков стран, руководители профильных ведомств и структуры Азербайджана, а также представители продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Всемирной организации здравоохранения, Всемирной торговой организации ЮНИСЕФ, Еврокомиссии, Всемирного банка и других организаций. Основное внимание уделяется стандартам безопасности пищевых продуктов. Участники мероприятия обсуждают прогрессы и проблемы, связанные с использованием кодекса в регионе. Также рассматриваются аспекты безопасности пищевых продуктов в рамках концепции «Единое здоровье». Работа, проводимая агентством, способствует не только обеспечению продовольственной безопасности, но и повышению экспортного потенциала страны. Благодаря реализованным мерам получено разрешение на экспорт в Европейский союз продукции шерсти и кожи, а также икры, выращенные в аквакультуре. Сотрудничество с комиссией кодекс «Элементариус» помогает адаптировать законодательство Азербайджана по безопасности пищевых продуктов к самой передовой международной практике. Оно создаёт условия для обеспечения безопасности продукции как для внутреннего потребления, так и для экспорта. Данное сотрудничество также укрепит доверие к качеству продовольствия, которая будет экспортироваться на мировые рынки под брендом, сделанного в Азербайджане. Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджин Мамедов сообщил, что с 2011 года Азербайджан является членом комиссии кодекс «Элементариус», созданной продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, и Всемирной организацией здравоохранения в рамках объединённой программы стандартов на пищевые продукты. По его словам, международные стандарты, руководящие принципы и правила реализации комиссии кодекс «Элементариус» способствует безопасности, качеству и справедливости международной торговли продуктами питания. Это позволит обеспечить продуктами питания высокого качества и безопасности всех везде и в любое время. Министерство сельского хозяйства Азербайджана продолжает вносить вклад в сферу продовольственной безопасности. Применяя принцип цепочки создания стоимости, министерство совместно с соответствующими учреждениями напрямую участвует в доставке полностью безопасных для потребления человеком пищевых продуктов. Продолжаются восстановительные работы на освобождённых от оккупации территориях и ведётся работа на пригодных для ведения сельского хозяйства территориях Карабахи. Создаются экологически здоровые зоны, начато производство качественной, безопасной сельскохозяйственной продукции и это направление является одним из приоритетов министерства. Азербайджанский монад вполне может стать для россиян альтернативной валютой, в которой можно хранить сбережения. Об этом заявил официальному телеграм-каналу Министерства экономики Азербайджана член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Розуваев. В числе факторов, способствующих этому, эксперт назвал политическую стабильность в республике. Также Розуваев указал на достаточно привлекательные процентные ставки по монадным вкладам. Говоря о преимуществах торговли в национальных валютах, финансист подчеркнул, что это выгодно и России. По мнению Розуваева, в сравнении с ослабевшими в этом году турецкой лирой и рублём, монад надёжен. Соответственно, в нём можно кредитоваться. Сбережения инвестиций и расчёты лучше осуществлять в неволатильных валютах, и в этом плане азербайджанский монад полностью подходит для этого, заключил эксперт. Израильские инвесторы намерены построить солнечную электростанцию на юго-востоке Казахстана. Суммарная производительность объекта составит по прогнозам 500 мегаватт. Для реализации проекта стороны подписали соответствующий меморандум. Об этом сообщила пресс-служба регионального органа исполнительной власти в Казахстане. По словам директора по инвестициям израильской компании Давида Голода, в проект будет вложено около 400 млн долларов. Земельный участок для строительства будет определён в дальнейшем. Также планируется сформировать рабочую группу. В её задачу войдёт обсуждение необходимых для реализации проекта мероприятий и определение конкретных сроков работ. Казахстан и Узбекистан достигли определённой зрелости в сотрудничестве по локальным проектам. Об этом свидетельствует заключённое недавно между двумя странами соглашение о совместном таможенном контроле для энергоресурсов, поступающих по трубопроводам и линиям электропередачи. Об этом заявил эксперт Института инновационной экономики профессор Казахстанского национального университета Макбат Спанов. Стороны будут сообщать о выявленных фактах и способах выявления и пересечения нарушений законодательства в сфере таможенного контроля. Сама процедура подразумевает ежемесячное получение показателей с приборов учёта, которые находятся на балансе таможенных органов сторон. Также речь идёт об установке, снятии и проверке целостности средств таможенной идентификации. На это соглашение повлияло несколько факторов. С моей точки зрения, первое, это, конечно, о том, что сейчас возрастает роль региональных союзов во всём мире. Многие страны кооперируются или через двухсторонние отношения, или многосторонние, как, например, Казахстан через рек. Плюс, и второе, на это сыграло роль то, что Казахстан и Узбекистан планируют стать участниками газового консорциума. Соответственно, необходимо сократить количество теневого сектора, объём и количество теневого сектора. Соответственно, требуется контроль. Потому что вот эти суммы, которые попадают мимо бюджета, они могут, конечно, сыграть положительную роль в наполнении бюджета и решении каких-то социальных задач. Но, в целом, я думаю, тенденция на сотрудничество будет усиливаться, и, естественно, наши страны будут давать большое значение. Реализация этого соглашения позволит повысить эффективность управления энергоресурсами, проходящими через казахстанско-узбекскую таможенную границу. Также эксперты полагают, что важную роль в сотрудничестве в этом направлении играет и тот факт, что и Казахстан, и Узбекистан связывают своё будущее со строительством атомной электростанции. А мы знаем, что Узбекистан и Казахстан являются одними из тех стран, где запасы урановой руды достаточно весомые и могут влиять в целом на мировой рынок. Поэтому множество вот этих факторов, они привели к тому, что мы вынуждены сотрудничать и решать те или иные вопросы. Я думаю, что за этим последуют и другие возможные решения, которые будут взаимодополнять и усиливать интеграцию стран Центральной Азии. Ну, в первую очередь, конечно, наиболее двухразвитых стран – это Казахстан и Узбекистан. Ну что ж, на этом у нас пока всё. Это были все новости экономики к этому часу. Самир. С новостями экономики. Анастасия Панарина. Спасибо. А завершим мы наш выпуск спортивными новостями, о которых расскажет мой коллега Эмин Ахмедов. Здравствуйте. В Баку стоялась пресс-конференция, посвященная поединкам серии «Ризин». Эти бои пройдут в столице Азербайджана 4 ноября. И вот на пресс-конференции присутствовал глава федерации «Ризин» на боюке Соки Кибара. Также азербайджанские бойцы, которые примут участие в этом турнире. Вугар Карамов, Тофик Мусаев, Мехман Мамедов, Турал Агимов и Нариман Абасов. Ну и также в Баку прибыл и Чихиро Сузуки. Это соперник как раз-таки Вугара Карамова. Это главный бой предстоящего турнира серии «Ризин». Но давайте послушаем, как именно предстоящий бой прокомментировали два бойца. Я настолько подготовлен, что готов подраться прямо сейчас. Я победил даже бойца Питбуля. Я победил его, чтобы стать чемпионом. И здесь я ради титула. Мы можем провести бой даже прямо сейчас. Я завоевал поезд два месяца назад, но я не брал его в аренду. Он останется у меня на долгое время. Соперник победил Патрисио Фрейре, но пусть эта победа его не обманывает, пояса ему не видать. Я могу разрешить ему сфотографироваться с поясом, но не более того. Ну а то дальше началось самое интересное на этой пресс-конференции. Часто такое мы видим, именно когда проходят бои серии UFC. И здесь Чихиро Сузуки забрался на стол, ставил капу. Он уже говорил о том, что готов провести поединок прямо сейчас. И даже забрал поезд у Бугара Карамова со стола, рассказав, отметив то, что он пытается победить. Старайтесь победить своего соперника в предстоящем бою 4 ноября вставить Азербайджан. А вот затем, когда была уже битва взглядов, этот эпизод сейчас будет на ваших экранах. Здесь уже соперники сошлись еще до поединка, и пришлось разнимать и Бугара Карамова, и Чихиро Сузуки. Ну, очень такие пресс-конференции очень часто превращаются в такое определенное шоу. Мы не разу это наблюдали еще во время различных поединков и других конференций. Напомню, в серии Лизин также примут участие и Тофик Мусаев, который, например, представляет Азербайджан в серии Беллатор. Все эти поединки состоят в Баку 4 ноября. Это все новости к этому часу. Телеканал СБС продолжит следить за главными новостями в регионе и мире. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова